Пробежимся по последней нашей теме. Значит, в прошлый раз лекция называлась примерно так же, но рассказывал я на ней совершенно другое, рассказывал о ней про оптические потоки вычитания фона. В этот раз я... содержание лекции будет соответствовать ее названию. Расскажу про трекинг. Вот, трекинг... ну что такое? Пускай на себя какой-то видеопоток или видеопоследовательность. Вот. А на этой видеопот... ну помните, чем отличается видеопоток от видеопоследовательности? Бесконечный, который мы сразу можем прочитать. Ну это... А, нет, давайте мы можем всю прочитать. Ну да, он онлайн обновляется. Окей. Вот. И мы хотим посмотреть какой-то объект и посмотреть траекторию его движения внутри кадра. То есть построить его трек по кадру. Ну, между кадрами. Как он... какая его позиция была от кадра к кадру. Вот. В целом класс-таки задача компьютерного зрения называется object tracking. Ну, делится по сути на два типа. на visual object tracking, визуальное соглашение объекта одного. Ну, скажем так, не обязательно одного, но именно под visual object tracking поднимается класс задач, когда мы берем какой-то один объект и хотим распознавать его трек на не очень длинном промежутке времени. Ну, то есть там несколько кадров, там, грубо говоря, сто кадров. Вот. Multiple object tracking, это когда у нас стоит где-то камера, не обязательно стоит. Есть куча разных объектов, они все движутся. Мы хотим, собственно, трекать эти объекты. И хотим это делать не на сто там кадров, хотим это делать надолго. То есть запустить эту, грубо говоря, камеру и смотреть треки, там, сутки, несколько часов, какие объекты проходили, какой был у них трек. То есть, если у нас заходит новый объект, мы строим для него там новый трек, куда-то все себе записываем. То есть, multiple object tracking, это такая система слежения, скорее. Visual object tracking, это система вспомогательная трекинга на... для, не знаю, каких-нибудь эффектов или для построения, на самом деле, большой системы слежения, типа, multiple object tracking. Грубо говоря, когда мы решаем multiple object tracking, одним из шагов может быть решение visual object tracking для каждого конкретного объекта. Это мы еще конкретно посмотрим. Давайте поговорим про задачу визуального слежения за объектом. Самое главное, что мы вообще... А, еще такая важная штука в multiple object tracking, что в multiple object tracking мы имеем почти всегда, подразумевая, что есть какая-то модель этого объекта, потому что в кадре объекта не было, он мог зайти, но нужно как-то распознать. У нас какая-то система, грубо говоря, которая может распознавать объекты, которые нам интересны, за которыми мы хотим следить. В visual object tracking таких ограничений нет. Мы просто обводим какой-то объект, ну, даем какой-то ввод объекта на кадр, а дальше уже от кадра к кадру мы постараемся этот объект прослеживать. По сути, без какой-то модели объекта, это может быть совершенно любой объект. Например, там дом на заднем плане вполне подходит. Но зато, используя этот MATLAB Toolkit, вы можете сравнивать, понятно, там сразу посчитаны все нужные метрики, которые есть, которые нужно сравнить, потому что это Toolkit целый. И что самое клевое, он сразу меряет перформанс. Причем меряет он его независимо от того, на какой машине вы запускаете. Сейчас мы к этому еще подробнее вернемся, как именно он это делает. И так как это, ну, такой самый большой челлендж, который есть, то там очень хороший набор данных. Их хоть и мало, но они удовлетворяют критериям разнообразности. Разнообразие я... Разнообразно. Не важно. Ну, при всем при этом, даже при какой-то изначальной разметке, приходится эти данные переразмечать. То есть вот у вас есть какая-то штука, которая умеет трекать объекты, у вас есть человек, который кадр к кадру разметил, где у нас находится объект. Трекинг работает, в принципе, лучше, чем даже, чем человек это делает. И поэтому, используя данные о том, как отработал трекер, в там, 16-м году последовательности не поменялись, но решили зато переаннотировать их. Переаннотировали их в том смысле, что, во-первых, сделали поворачивающиеся баундинг-боксы. И баундинг-боксы эти, по сути, были предсказаны так, чтобы сегмент объекта максимально плотно лежал в этом баундинг-боксе, чтобы в нем не было ничего лишнего. Ну, поэтому мы не взяли большой баундинг-бокс, чтобы не было черного хоблестей очень много. Но при этом, чтобы большая часть этого объекта все-таки внутри этого баундинг-бокса лежала. И делалось это с помощью грэпката. Ну, вы помните, какой грэпкат? То есть, когда мы выделяем какой-то баундинг-бокс, то мы знаем, у нас есть модель фона, модель объекта. Мы отрезаем фон, пересчитываем модель фона, модель объекта, отрезаем еще больше фон, дальше пересчитываем модель фона, модель объекта, остается один объект. Переразметили. И получилось, что если мы просто наложим эти баундинг-боксы, которые были на то, что есть сейчас, то их intersectional union, видимо, ну, видимо, или average overlap, average overlap это получается наверное, средний intersectional union, 0,74, то есть они были похожи по площади на 75% только лишь. Снова разметка с помощью грэпката дала большое различие от того, что было, и поэтому если у вас был какой-то модель трекинга, то она стала работать лучше за счет этого. Еще есть такая проблема, что в принципе довольно сложно человеку самому по себе разметить эти баундинг-боксы. Ну и плюс ко всему сегментация не всегда отрабатывает идеально. И за счет этого все равно в нашу разметку так или иначе крадывается ошибка порядка 7%. От этого никуда не деться, но при этом 70% не так уж и много, учитывая, что нужно построить трек, то есть движение к центру масс-объекта. Не очень страшно. Что еще позволяет делать этот челлендж? Это изучать разные модели трека по разным трудностям, которые встречаются на видеопоследовательности. Потому что каждая последовательность, там, так как отобрана тщательно, она также размечена еще вот по этим критериям. Там даже каждый кадр, в принципе, размечен по вот этим критериям. Ну, что у нас есть перекрытие, изменение освещения, внутреннее движение объекта, изменение размера объекта, движение камеры, ну и еще какие-то трудности, которые... Такие есть, значит, на последнем кадре, забавно. Что же у нас тут на последнем кадре? Не влезло у меня аж такое on-assign. Ну ладно. Ну, в общем, за счет того, что у нас каждый кадр размечен с тем, какие трудности там встречаются, можем сравнивать последовательности по тому, как хорошо они справляются с теми или иными трудностями. База небольшая, но у нее хорошая разметка, хороший toolkit. Есть toolkit, который автоматически все это делает. Помимо прочего, так как у нас все-таки это не object detection, а object tracking, у нас этот intersectional union со временем, ну, overlap со временем меняется. И иногда так получается, что наш объект, ну, наша рамка уходит с нашего объекта. Ну, то есть мы треким какой-то объект, и рамка, которая якобы его сопровождает, она уходит. Как же мерить качество того, что это довольно-таки хорошо остается работать? Ну, во-первых, мы можем, в принципе, задетектить эти объекты с помощью какой-нибудь системы детектов, знать ground truth, то есть знать, отчиняется, если у нас прям размеченные данные, мы знаем, какие коротеты должны быть в объектах, если там у нас наше предсказание очень сильно разошлось с ground truth, ну, то есть с тем, что должно быть, то мы заново назначаем координаты, ну, то есть заново размечаем объект и продолжаем вести трекинг. И, например, одной из метрик может являться то, сколько раз он ушел с трека вот этого, сколько раз там у нас пересечение нашего предсказания с ground truth ушло ниже порога. Вот, ну, помимо прочего, мы можем мерить также и точность это то, насколько в среднем то, что мы предсказали, хорошо накладывалось на наш ground truth, ну, на нашу разметку. EveryRageWearLap, ну, как она по площади совпадает? Вот. Окей, это пропустим. Интересная штука про оценку скорости работы. Значит, они мерили это с помощью того, так вот, у нас есть трекинг, и мы в это время также делаем какую-то еще процедуру. Мы мерим скорость, относительную скорость и относительное времени требуемое для этой какой-то определенной процедуры. Ну, то есть, в данном случае мы берем наше изображение целиком, берем sliding window размером 30 на 30 и применяем фильтр, по-моему, медианный, а, макс, ну, макс хорош тем, что, макс хорош тем, что его не очень просто применить и, по сути, для каждого окна нужно перевычислять заново, хотя у нас добавляется одна строка, ну, да, в общем, нужно перевычислять заново, и вроде как одним из аргументов было, что доступ по памяти довольно много времени занимает, и при этом, грубо говоря, всякие оптимизации на макс операции работают хуже, чем всякие оптимизации на мин операциях, вот, применяется именно этот оператор, вот, и сравнивается время применения этого оператора ко времени, которое требуется на то, чтобы установить соответствие объекты, найти положение объекта на следующем кадре, вот, понятно, то есть мы меряем, сколько делается оператор, меряем, сколько делается поставление для трекинга, делим одно на другое, все хорошо, также на каждом треке мы пропускаем наш алгоритм 15 раз, на каждом отрезке 100 кадров, для того, чтобы получить меньше всяких статистических выбросов, и мы, как я уже говорил, вот тут вот реинициализируем нашу рамку, когда наш оверлэп становится равен нулю, когда мы совсем ушли с объекта, примерно понятно, как будет оценивать вас вот челлендж, если вы захотите это делать, окей, получается, тут у нас результаты работы всяких методов и значений их метрик, как вы видите, значения не супер прям огромные, то есть средний оверлэп получился там чуть больше, чем 0.35, в общем, есть куда расти. И, ну, что логично, есть хорошие детекторы, но медленные, есть не очень хорошие детекторы, но быстрые, и предпочитаю все-таки иметь не очень хорошие детекторы, но быстрые, потому что они могут работать онлайн. Там разница может достигать порядка двух порядков, то есть в сто раз при разнице в качестве не сильно большой. Например, с вами степл с каким-нибудь кодом, который занял на Average Overlap 0.35 почти что. Степл там 0.29, но зато он быстрее в ну, да, где-то в 100, где-то в 100 раз. Ну, примеры самых сложных и самых простых сцен. треков. Ну, удивление довольно просто было распознать осьминога, хотя человеку это и не так просто сделать, который там по дну ползет. Ну, по крайней мере, мне не знаю, что вам легко. В общем, когда у нас какие-то контрастные объекты на фоне, то мы их хорошо распознаем, можем хорошо трекать. но когда у нас есть типа голова нео вот эта черная или вот белый кролик или бабочка на фоне цветов, то, конечно, трекать тяжело. Ну, так и получается. Даже человеку сложно уследить, а заяц для этого есть такой белый на белом фоне, чтобы по природе такой создавался, чтобы было сложно его трекать. поговорили про метрики, про конкурсы, такая, как трекать-то, мы так и не выяснили. Самый тупой способ это с помощью шаблона. Чуть более сложный, это когда мы разбиваем наш объект на какие-то составляющие, которые хотим трекать, и смотрим, сделаем какие-то дескрипторы для этих составляющих, и пытаемся отслеживать, куда, собственно, где на следующем кадре расположены сконцентрированные составляющие с таким же дескриптором. Вот. Или когда мы просто со всей области читаем какой-то признак, ну, как я говорил вначале, и пытаемся сопоставить этот признак, ну, максимизировать значение этого признака к следующему кадру. Значит, шаблон. Очень просто. Тупо сравниваем попиксельно шаблон и наш фрагмент. Ну, то есть, вот мы хотим трогать руку, рука там, размер не меняется, просто от кадра к кадру мы ее передвигаем. Следующий кадр мы хотим вставить шаблон, чтобы совпал с этой рукой. Все просто. С метрика тупо по L2, по-моему, даже. Оно гораздо лучше не попиксельно сравнивать, а делать, считать кросс-корреляцию. Ну, или нормалайз кросс-корреляция. Кросс-корреляция, представляете, да, себе, что такое? Вытягиваем наше изображение в один длинный вектор. Соответственно, изображение, которое мы пытаемся поставить, тоже вытягиваем в длинный вектор. Между двумя векторами считаем нормализованную кросс-корреляцию. Это число. Окей. Ну, что, какая корреляция? Какая корреляция? Ну, насколько изменения в одном соответствуют? То есть, если на что-то изменяется в первом, там, грубый вариант настолько же должен изменяться во втором векторе к следующему. Как это? К следующей координате. Вот. Вот пример. Ну, в общем, работает несложно, но, понятно, что на таком глупом примере все хорошо работает. Но даже если у нас будут какие-то изменения, то есть, нормализованная кросс-корреляция, она даже устойчива к небольшому изменению освещения. Что хорошо. Если мы просто по L2 сравнивали, то это было бы неустойчиво к изменению освещения и никуда бы вообще не годилось. Ну, то есть, в самом простом случае мы знаем, как решили задачу. Но нам же интересует не самый простой случай. В принципе, нам нужно на следующем кадре найти края. По-моему, по идее, уже должна быть знакома сейчас чуть-чуть вернемся. Уже попиксельно, как вот тут, вот сравнивать карты краев не получается. Корреляцию какую-то считать. Потому что края, они типа, либо есть их, либо краев нет. Один, либо ноль. Ну, для того, чтобы сравнивать то, как край накладывается, шаблон края накладывается на края картинки, используют две метрики. Это chamfer distance или hostdorf distance. hostdorf distance, это, он считает просто максимум из расстояний от одного контура до второго. Ну, то есть, мы для каждой точки ищем точку другого контура, максимально близкую. И дальше мы из всех этих значений выбираем максимум, говорим, что это число, это наша метрика. Чем она больше, тем контура больше различаются между собой. chamfer distance, он же просто считает среднее значение этого минимального расстояния. Ну, суммарно, среднее, одно и то же, по сути. Как это быстро посчитать? Очень просто. Мы можем сделать на нашем конкретном контуре distance transform, то есть, сопоставить расстояние внутри каждого объекта до следующего контура. Ну, то есть, вот у нас есть карта, там есть контуры, есть какие-то background области. Ну, не background, а просто плоские области. 0,1. И мы в каждой точке, где 0, ищем расстояние до ближайшего контура. Ну, вот вы видите, да, получается, точка, где далеко от обоих контуров, ну да, там значение 3 получилось. Можно это посчитать, либо, как это посчитать? Можно посчитать с помощью, я уже вам говорил, морфологии. То есть, мы делаем на каждом шаге delayed, то есть, мы берем вот этот вот контур, да, делаем delayed, просто каждый шаг, он становится там на один пиксель толще. И говорим, что все пиксели, которые попали сюда, назначаем им 1. Потом делаем delayed, назначаем им 2. И так далее. То есть, делаем delayed много-много раз, пока не заполним всю область на картинке. И в каждом пикселе назначаем минимум, просто который получился после расширения от всех возможных контуров. Ну, самый, типа, вообще тупой метод, который очень неоптимизированно работает, который там требуется по памяти. Ну, ладно, у него очень много требует по памяти, но, короче, вот в тупую вот как-то так. Но есть умный двупроходный алгоритм. Ну, как мы имеем двупроходный алгоритм для сегментации какой-то. Так же есть и для Distance Transform. Ну, а дальше просто мы берем наш контур, который мы шаблон, шаблонный контур, накладываем на карту Distance Transform и считаем просто сумму под этим контуром. То есть, грубо говоря, мы вот этот, вот на этот контур, да, на этот шаблон хотим наложить какой-то вот такой вот шаблон. Ну, вот у нас был такой шаблон. А мы хотим, соответственно, на него наложить вот такой вот шаблон. Вот такой вот шаблон. Правда же? Первый это вот этот вот, да. Первый это картинка, вот он. А второй это вот этот вот наш. Это, да, то, что мы просто хотим найти. Хотим найти такие контура. Просто накладываем и смотрим значения, которые у нас попали сюда. и выбираем, ну, максимум или средний. Ну, зависит от того, мы считаем Холдорф или Чамфер. Окей. Все просто. Вот этих вот пикселей, которые попали под наш контур, который мы хотим найти. То есть, мы берем вот этот, мы берем, грубо говоря, этот пунктирный контур и двигаем там по всему большому изображению. Вот этот там, не знаю, какие тут контура, это какие-то контура. Вот этот. И, соответственно, есть место, где сумма будет там минимальная. Значит, грубо говоря, там мы и попали в наш нужный контур. Вот пример работы. Пример, как, допустим, находится окружность или треугольник. Вот от окружности, между прочим, вот сюда неплохо встало. Вот оказались края, которые по порогу как раз нам подошли. Значит, просто аюточек. То есть, по идее, мы можем к помощи оптического потока вычислять изменения координаты, но каждая точка начинает там сбиваться. Если у нас там процент сбившихся точек там 0,3, то за 10 кадров сбившие точки будут почти что все, 0,3 в десятый. Ну вот. И сейчас используется, ну не сейчас, в смысле есть альтернативный подход на, как называется там, облако точек, ставя точек. Облако точек, то есть 3D. Значит, что мы делаем? У нас есть какая-то область, мы на этой области находим какие-то ключевые точки, контрольные точки, и эти контрольные точки, они расположены совершенно там далеко друг от друга, и все эти точки лежат внутри нашего объекта, и в общем у них более-менее похожий дескриптор. Дальше мы двигаем нашу руку и пытаемся на следующем кадре найти такие же точки, считаем центр масс, и так далее. То есть каждый следующий шаг наш, это задача на следующем шаге это найти центр масс. Окей. Самое важное тут это то, что нужно эти точки периодически удалять. То есть у нас какие-то точки, они могут выпадать, у них сильно меняется цветовая модель, понятное дело, мы их выкидываем, зато добавляем новые. И таким образом у нас эта стая там постоянно обновляется. Точки я ключевые с помощью там детектора Харриса, например, и делаем так, чтобы она была по инстаграме там похожа на наш объект цветовой. Новую. Ну и вообще 100 контрольных также добавляем. Вот. Ну а модель самого объекта выбираем просто из окрестности центра масс изначальных, из того, что изначально мы задетектили с помощью Харриса. Ну и, например, можно использовать прям вот всю руку как целую модель и искать область, которая дает такой же признак пространства признаков с помощью алгоритма, который в некотором смысле очень похож на миншифт. Вот. по сути именно миншифт нам нужен для того, чтобы мы могли использовать метод градиентного спуска для нахождения конкретного положения новой точки. Миншифт по сути просто считает плотность вероятности нахождения этих точек в окрестности, ну, нашего объекта в окрестности. Вот. И вот по этой плотности мы уже можем хорошо спускаться. То есть что происходит? Мы берем наши точки, наш объект куда-то переезжает, считаем там значение то, куда он переехал, считаем градиент, соответственно, вдоль этого градиента делаем смещение, так делаем итеративно, пока вектор признаков внутри нашей области не совпадет с вектором признаков, который был на предыдущем кадре. То есть, грубо говоря, у нас от кадра к кадру было какое-то отдельное смещение, но приходим мы к нему не сразу, ни одним скачком, а итеративно, считая градиент на каждом шаге. Да. Мы считаем, значит, по сути, плотность сейчас для костеризации, да, по плотности. Тут, в данном случае, мы тоже высчитываем плотность и идем в сторону, по функции этой плотности можем посчитать градиенты. Если просто по сопоставлению мы градиент никак не можем посчитать, то по этой функции плотности можем посчитать градиент. Вот. Функцию изменения этой плотности. И, собственно, мы идем в сторону максимальной плотности. Окна. Да. Сам объект может со временем немножко меняться. как у нас, допустим, серфинг, вот эти вот флок, не флок, в общем, стая точек устойчива к этому, то, что объект может меняться. Шаблон неустойчив вообще никак. Виншифт устойчив в том смысле, что мы в том месте, где мы достигаем максимума, потом можем еще несколько раз попробовать поменять размеры и посмотреть, когда вектор признаков станет лучше или хуже. То есть мы дошли до координаты, а дальше внутри координаты уже сделали изменения по масштабу, так что выбрать оптимальное. Еще возникает... Для того, чтобы бороться с проблемой того, что у нас объекты имеют одинаковые... часто на нашем изображении встречаются объекты, похожие на тот, за которым мы хотим следить, как футболистами. Мы используем модель не просто для бэкграунда. Мы используем модель не просто для бэкграунда, а используем чуть более сложную модель. То есть у нас есть гистограмма цветов нашего объекта, гистограмма цветов бэкграунда. По идее можем посчитать отношения, все хорошо, но если мы в тупую посчитаем, то у нас окажется, что у нас есть какие-то вот такие вот объекты, которые, в общем-то, похожи на наши, сейчас этого трекинг сбивается. В принципе, зная, что у нас есть какие-то похожие объекты, мы также можем их разметить как похожие, то есть они называются объекты-дестракторы, но при этом мы точно знаем, что это не наш объект. И оптимизировать функцию так, чтобы эти дистракторы не попадали в нашу область. А дистракторами будут являться все объекты вокруг, которые по гистограмме похожи на наш объект. Но для них мы можем посчитать, грубо говоря, отдельную гистограмму и использовать вероятность перехода к следующему кадру, уже зная, как выглядят дистракторы отдельно сами по себе. Очень простая идея. Типа, а вот эти похожие, мы их отдельно посмотрим, отдельную для них возьмем вероятность, если он похож на мы знаем, что это не наш объект, то все замечательно. Значит, и помимо того, что мы оптимизируем вот эту довольно сложную функцию, мы еще делаем так, что у нас предсказание следующего объекта очень сильно зависит от координаты, то есть мы считаем, что наш объект не мог очень сильно далеко уйти, потому что изменение координат у нас будет экспоненциально затухать относительно нашего изначального положения. Ну вот, и это дает шанс не смешивать между собой два объекта, даже когда они подходят близко друг к другу. Есть методы, которые совместно используют гистограмму и шаблоны. Вот метод стапл, он очень простой. Шаблон в данном случае это Hock. Ну, не вот этот шаблон, который краев, а мы используем Hock такой шаблон. Хоги тоже можно примерно так же сопоставлять. И так получается, что эта штука устойчива и к освещению за счет шаблонизации и устойчива к тому, что внутри... То есть шаблон плох, потому что у нас объект внутри может как-то меняться. Но за счет того, что есть гистограмма есть хорошая, то мы гистограмма можем нивелировать все эти внутривидовые изменения. Ну, не внутривидовые, внутриобъектные изменения. То есть в данном случае за счет гистограммы устойчивы ко всяким приседаниям. За счет шаблона мы устойчивы к изменениям света, что в гистограмме неустойчиво. У нас очень два простых признака, мы их комбинируем между собой. вот эта схема по сути, что у нас есть гистограмма и есть хок, и мы считаем корреляцию и совпадение гистограммы уже потом уточняем конкретное положение. Результаты, короче, хороши тем, что он в подкорости на ввод челленджа, как вы помните, чем больше, тем быстрее, он просто всех уделал. Ну, правда, по сравнению с 15-м годом. конечно, конкурс, он, типа ежегодный. Вот. А идея довольно-таки простая. Ну, по ужасе он, конечно, проигрывает немножко, но 80 раз быстрее. Он, можно его было применять онлайн уже. Ну, и, конечно же, самое наше любимое, это нейронные сеточки. То есть, самое тупое, что можно было бы придумать, это взять сетку, пропустить, сказать, дескриптор в качестве какого-нибудь глубокого представления, переход к следующему кадру, это поиск такого же глубокого представления, но это было бы скучно. Ну, так делали, это работает, но медленно. Нас интересует что-нибудь побыстрее. Мы, соответственно, придумали нейронную сеть, ну, не мы, а они, которая ищет изменение положения объекта. То есть, по сути, у нас есть объект центрированный, у нас следующий кадр есть, на следующем кадре этот объект куда-то смещен. И сеть предсказывает по двум снимкам это смещение. То есть, на первом снимке мы точно знаем, что у нас объект по центру, а второй снимок мы просто предсказываем его положение в следующем снимке. Очень простая, очень тупая сеть. То есть, мы, по сути, прогоняем в глубокое представление наш кадр, наш следующий кадр, и через full connected получаем наше смещение, используя там, видимо, регрессионный лосс, так же, как в объект детекшене. Но, чтобы обучить нервную сеть, нужны данные, данных недостаточно. Как придумали делать парни? Они взяли обычные изображения, сделали небольшое смещение этих изображений, по сути, это к переходу следующему кадру. Довольно неплохая идея. В чем ее проблема? В том, что у нас не получились какие-то изменения внутри, ну, как вот это, внутри объектных изменений не получилось. То есть, мы максимум, что смогли сделать, это немножко там растянуть масштабы, немножко поменять координаты, учесть, что в реальных данных координата от кадра к кадру меняется не сильно. Мы можем так именно насамплировать, что изменения есть. То есть, много маленьких по координате изменений, чуть больше больших по координате изменений. Зато у нас тупо из набора изображений, очень простых, получилась огромная база, на которой можно было обучиться. Ну и... А, по-моему, они, короче, не представили свое решение на вот челлендж, потому что там MATLAB, ну, серьезно, с MATLAB ума и решили не дружить. Окей. Вопросы какие-нибудь по Visual Object Tracking есть? Ну, вроде звучит все просто. Особенно вот какой-нибудь степл. по-моему, есть даже имплементации уже открытые на каком-нибудь гитхабе. Окей, тогда совсем немножечко нашу последнюю тему курса затронем про Multiple Object Tracking. опа-на. Я тут понял, что я забыл в начале слайдов вставить, что материалы я брал у Антона Конушина. Ну, ничего. Мы как-нибудь вставим. Потом. На то, мы же не зря проходили курс лекцию по фотомонтажу. Хотя, видеомонтажа не было. Значит, окей, понятно, есть два направления. Это все объекты, как в VOT, и есть, когда модель объекта. Это, короче, в первом случае это Detection Free Tracking, когда есть модель объекта Detection Base Tracking. Прозумевается, что есть Online-Off-Light Tracking. Тоже об этом в начале говорили. Формулировка задачи можно поставить вероятностным в энергетическом смысле. По сути, нам нужно максимизировать вероятность нахождения объекта на следующем кадре при условии, что там сам объект куда-то там внутри этого кадра сдвинулся. Как-то так. Но это, скажем так, не самое интересное. У нас есть сложности с метриками, потому что их очень много. И опять же, тут нужно учитывать такую штуку, как так как у нас не короткая последовательность, а очень длинная, то у нас объекты могут перекрывать друг друга, у них могут окошечки сначала, ну, как я уже говорил, сопровождать двух футболистов, потом стали поменялись местами, шли в другую сторону, это тоже стоит учитывать. Поэтому нужно оценивать качество своей работы по очень большому количеству метрик, чтобы нигде не продолбаться. а данных очень мало. Самая длинная последовательность, по-моему, это 5 минут размеченная. Что-то такое. Самая длинная размеченная последовательность. Там, по-моему, наверное, пешеходы, да. Крейсово просто идут пешеходы, и вот мы знаем баундинг-бокс каждого пешехода, и знаем идентификатор этого пешехода на каждом кадре. Они могут... Тут сложность еще в чем, что пешеходы могут новые появляться, могут уходить. Причем такое себе развлечение. Ну, самое простое, что, так как у нас камера почти всегда в этих случаях статична, нужно не забыть вычесть фон с предыдущей лекции, вот, и тогда детектировать гораздо проще. И следить за объектами. Но в целом, даже если мы вышли фон детектируем изображение, нужно все равно от одного кадра к следующему как-то проассоциировать, что вот эта детекция была на следующем кадре. Еще одна детекция, нужно понять, какой объект кому соответствует. Когда изменения небольшие, это легко, когда изменения или мало объектов, это легко, когда изменения небольших объектов уже много, то это уже становится гораздо труднее. и для того, чтобы это как-то более аккуратно решить. А, ну, проблемы, что, значит, есть... Ложное обнаружение пропуск объекта это стандартные проблемы для любого детектора, неважно, видео это или изображение. Проблема, что появляются объекты и исчезают, причем это валидное поведение. Человек мог уйти куда-нибудь или прийти откуда-нибудь, ну, из области съемки. Ну, и самое как бы простое это поставить на ближайшем по координате, а попробовать просто решить, у нас есть с первого кадра со второго кадра объекты, и мы минимизируем некоторый функционал, решаем задачу сопоставления с помощью венгерского алгоритма. Ну, вот пример работы. Как это? Пример, пример не работы, алгоритма. То есть, тут используются обычные нейростевые детекторы алгоритма, фильтр Калмана, это штука, которая тоже в некотором смысле предсказывает оптический поток. Критерий IUU, ну, на то, чтобы сопоставление, ну, и для сопоставления используется герстский алгоритм. А, и все, да, примера у меня нет. Ну, замечательно. Ну, в общем, работает штука. Работает довольно-таки быстро. Главное, это хороший нейростевой детектор объектов. Да даже можно, типа, часто это делать. Ты можешь часто использовать нейростевой детектор. Проблема-то в чем, что у тебя детектор, он может не работать так быстро, как тебе надо. Тебе нужно 25 кадров в секунду, а у тебя детектор успевает один раз в секунду. Там, и тебе нужно, по сути, склеить задачу детекции, задачу этого сопоставления треков. Вот, сейчас я аккуратно еще скажу. В общем, есть такая штука, как треклет, это фрагмент траектории небольшой. Вот. Visual трекинг работает значительно быстрее, чем детекция обычно. Ну, хотя сейчас уже Йола, которая тоже довольно быстро распознает туда-сюда. Ну, не суть, треклет все равно можем построить этот кадр в кадр. Никто нам не мешает. Можем перейти с GPU на CPU, там будут все те же самые проблемы. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем детектор, а потом с каждой детекцией строим небольшой треклет. Получается какая-то такая вот история. Вам ничего не видно, да? Потому что у нас были объекты, мы их детектили. У нас есть треклеты, это мы пронабрали небольшое изменение. Их небольшую траекторию их пронаблюдали. Честно говоря, даже ниже объекты наверное какие-нибудь птички. Фиг знает. Я даже не понимаю, что это за объекты. Но не суть. И теперь мы в принципе можем понять, вот у нас есть были объекты, вот у нас есть треки этих объектов. И вот уже по этим треклетам и вот по этим самим по треклетам, потому как они расположены, как они там продолжают друг друга, можем понять, сколько было объектов, какой был трек каждого из них. То есть мы сопоставляем не просто точка к точке, а сопоставляем еще трек. Мы знаем, что нам резко не повернул, грубо говоря. Вот это вот такие-то такие юристики с помощью такого же алгоритма. Но заместо там двух кадров мы используем больше кадров. Это нам помогает в том смысле, что мы знаем, что вот он пошел по этому треку, был на этом кадре, на этом, потом на следующем он тоже продолжил этот трек, потому что иногда может получиться просто двух кадров, что он разбился куда-то, а потом обратно вернулся. А если мы сразу используем многокадровые сопоставления, то такого просто не произойдет. Ну и в целом этот алгоритм сопоставления треклетов можно разбить на несколько шагов. вот ну и ну который я уже озвучивал ну и вот все все на этом все да следующего слайда нет значит следующий раз у нас экзамен придешь на экзамен послушать может может устно сделаем 10 человек а я посмотрел там что-то 10 оказывается мне кажется просто я потом так не охота с листочками этими возиться я думаю что можем начать типа в 6 30 ты сможешь у тебя же вроде кончилось уже все или нет еще нет вам же нормы у вас вообще тоже кончилось уже учеба или нет нет еще не у кого-то в мае я вот аушники у меня в мае уже все сдали типа у нас уже был экзамен сказали что 20 апреля все дальше мы не учимся ты же тоже аушник у них тест ну их там типа 20 тысяч человек нет им сказали что чемпионаты мира им нужно закончить раньше типа что сессия чтобы всех студентов максимально из города я в Петергоф ездил с металлостроя если вы знаете где-то металлостроя я ездил в Петергоф из металлостроя каждый день если вы об этом в Петергоф пилитехническое разные это за Арбатским еще знаете Арбатское да да много ну все тогда всем спасибо тогда домашку делайте в следующей неделе проверим ваши знания в следующей неделе Продолжение следует...